Весь сегодняшний выпуск приврочен к 22 августа. Сегодня отмечают День Российского Флага. Я вас с этим поздравляю. Каждый исторический персонаж, который будет находить на эту сцену, так или иначе связан с Российским Флагом. Кто-то под ним воевал, кто-то его придумал, кто-то просто стал символом не только нашей, но и общей мировой истории. Давайте начинать. Она много лет стояла у станка, но так и не стала токарем третьего разряда. Встречайте, главная балерина нашей страны Анна Павлова. Я докажу вам, что я балерина. Смотрите. Хотя... Не, я сейчас на шпагат не сяду, но мне больше 100 лет, на секундочку. И в отличие от Волочковой, я не пьяная. Так, вы хоть знаете, кто я такая? Вы, наверное, знаете только одну балерину, да? Это Волочкова. Ну, смотрите, чтобы вы поняли, я была такая же, как она, но как она до того, как она немного фуэте. Я была прима и Маринского театра, но меня не отпускали на гастроли, поэтому пришлось заплатить огромную неустойку. 21 тысячу рублей. Это огромная сумма, правда. Это не как сейчас. Сейчас 21 тысяча рублей, это зарплата в стиле, ну я здесь чисто ради опыта. И я поехала в Европу и всех там покорила. Знаете, даже в Лондоне Виктория Пелос в театре за мной навечно закреплено одно место. Я уже более 90 лет обеспечиваю социальную дистанцию между зрителями. Вообще балет это очень токсичная среда. У нас сейчас случалось такое, что девочки из-за конкуренции подсыпали друг другу битое стекло в пуанты, представляете? Кто что в пуанты клал, того так и называли. Например, у нас была Матильда, гвозди, Алиса, битое стекло. Еще была Нина по кличке Варенье. Туповатая барышня была. Меня называли Швабра. Меня Швабра. Я думаю, может потому что я на репетиции приходила в старой футболке. Ну или потому что за мной постоянно таскалась какая-то казашка. Но это совсем другая история. Я умерла в Гаге. Простудилась во время репетиции. У меня было воспаление легких. Но не волнуйтесь, не ковид. Я сегодня перед выступлением ПЦРку сдала. Я сделала очень много для русского балета. И в честь меня назвали десерт. Десерт Павловой. Вам не кажется, что немножко нелогично? Было бы лучше назвать в честь балерины что-то диетическое. Сельдерей. Хлеб Цепавловой. Тем более они хрустят, как мои колени. Было бы здорово называть десерты в честь кого-то, кто на них похож. Например, в честь Градского. Он же чисто визуально какое-то тесто с изюмом. Я надеюсь, что это не отсылка к тому, что в те времена аристократы на десерт подавали балерин. Поняли отсылку к Матильде? Давайте закроем эту тему. Тему Николая Второго и Матильды. Да, было. Потом она еще встречалась с двумя его братьями. Ее так и называли родовой поместье Романовых. Так, ну давайте расскажу вам немножко о балете, потому что это очень высокое искусство, не всем понятно. Я вот на вас смотрю и понимаю, что вы билеты в Маринку точно не потянете. Просто балет — это что-то большее. Знаете, это Адажио, Гранд Батман, Фуэте, Акраштан. Последнее-то я вообще только что придумала. Так, ну что по поводу мужчин в балете и хласин. Отвечаю. Да, подложено. Да, Жуцискоридзе. Так что девчонки не одни, мы обманываем Пушапом один-один. Что хотелось бы сказать в конце. Благодаря мне балет стал нашим флагом. То есть где балет, там и русские. Поэтому можно сказать, что мы не просто подняли Россию с колен, мы подняли ее на носочки. Следующий персонаж, который поднимется на эту сцену, имеет приставку «Третий». Но «Терминатор Третий» был говно. «Форсаж Третий» тоже, мягко скажем, не удался. Я надеюсь, что все получится у Ивана Третьего. Встречайте! Я Иван Третий, собиратель земель русских. Кто-то великий, кто-то грозный, а я собиратель. Кто-то жестокий, кто-то реформатор. А я, видимо, люблю Лего. Я первым придумал собирать русские территории вместе. Благодаря мне, когда вы ищите дешевые билеты на авиаселс, чтобы поехать из Суздали в Рязань, вам не нужно вспоминать, продлен ваш загранник или нет. Я не был расточительным, наоборот, все в Русь тащил. Мне с детства родственники говорили, что ты всякий мусор домой тащишь. А это не мусор, это Новгород и Тверь. Брэнсон в 72 полетел в космос. Я в 6 лет женился, вот это космос. Моей жене было 4. Она прям за меня держалась. Боялась в 5 лет стать разведенкой, понимаете? У меня было 13 детей. 13. Расскажу вам средневековый лайфхак. Если не получается присединить какую-то территорию, просто даете дочку за местного князя. Нужно слегка поторапливать жену. Типа, рожай быстрее, мне срочно нужна Литва! Мой внук Иван Грозный. Ничего себе. Это для вас он Грозный. А для меня он дедушка, я покакал. С 12 лет мое лицо чканилось на монетах. Мне очень нравится эта идея, это прям прикольно. Если бывшая выкидывала все мои фотографии, она оставалась бедной. Мое время в России было прям прикольно, прям круто. Приезжали итальянские архитекторы, передавать традиции архитектуры эпохи возрождения нашим мастерам. Прикиньте, при мне на русских стройках работали итальянские мигранты. Я привозил реальных итальянцев, а не армян. Это важно. У меня была должность. Я должен был собирать дань со всех русских городов и отдавать ее монголы-татарам. Но я придумал свою схему. Я собирал дань со всех русских городов и не отдавал ее монголы-татарам. Наэкономил денег, собрал армию и послал их нахрен отсюда. Есть мысль. Если всем подъездам не скидываться на капремонт, можно реально отремонтировать подъезд. Да, именно при мне русские княжества перестали платить дань Орде. Великое стояние на реке Угре. Как сейчас помню, мы на одном берегу, монголы-татары на другом. Ноябрь, холодно, жесть. Только самые смелые воины смогли зайти в реку. И то потрусить. Историки назвали это событие как великое стояние на реке Угре. А наши уроги как великое неостояние на реке Угре. Но самое главное, при мне появился русский герб. Всеми вами любимый двуглавый орел. Как он появился? Мы заказали экспресс-дизайн у прадеда Артемия Лебедева. С того, что нам привезли, двуглавый орел был еще норм. Скажите спасибо, что гербом России не стала буква «Р» в синей рамке. Супа бы все парковались возле герба. На самом деле крутой герб. Двуглавый орел. Одна голова смотрит на запад, другая на восток. А задница аккуратно от Саратова. Потому что тыл должен всегда быть в безопасности. И на саратовских мужиков можно положиться. Именно при мне появился нормальный русский флаг. Потому что без него вообще тяжко было. Мы когда на войну выходили, кто под чем выходил? Кто с пакетом «пятерочка», кто вообще со знаменем «торпеда». Один мужик вышел с объявлением «потерялся кот». Мы долго с боярами думали, какого цвета флаг выбрать. Один дьяк предложил «радужный». Мы его в задницу и послали. А он и счастлив. Понимаете? Вы все знаете Ивана Грозного. А меня не знаете. Хотя благодаря мне Россия она такая, какая она есть. Благодаря мне, вам, чтобы поехать в Ростов за раками, не нужно оформлять загранник. Благодаря мне, мужики, которые не платят элементы, могут спокойно съездить в Суздаль за огурцами. Благодаря мне, нет такого понятия, как Тверское королевство. Спасибо, с вами был Иван Васильевич. Вам пока, монголо-татарам привет. Всего доброго. Я искренне не понимаю, почему до сих пор продолжают снимать различные фильмы и сериалы по произведению Анны Каренина. Но согласитесь, его жизнь гораздо интереснее, чем все его книги. Встречайте, Лев Николаевич Толстой! Зашел тут в Теремок, мне говорят, здравствуйте, сударь. Я говорю, ты что, ошалел, холоп? Ты как с графом разговариваешь? Он у меня еще 60 рублей с меня содрал, я не знаю, вы туда ходите, чтобы вас оскорбляли, я не знаю. Кто-то знает меня как графа, который ходил босиком. Но большинству из вас я известен по произведению, которое вы так и не смогли дочитать до конца. Лучше всего в мою жизнь описывает слово «перестарался». А еще я веган. По хлопоте, кто читал «Войну и мир до конца», есть такие люди в зале? Ну, единица. Вообще обидно. Просто я ее 8 раз переписывал. Что там, кстати, за концовка? Там «Звезду смерти» вот эта взорвали? Или что там? Или там «Дракон сжег Королевскую Гаврую»? Шучу, конечно, я помню. Конечно, я помню, там «Железный человек убил Таноса», правильно? На самом деле, обидно. Я 8 раз переписывал, вы не хотите 1 раз прочитать. Серьезно, моя жена вас вообще раздраконила, потому что она все это вручную под мою диктовку записывала. Капец. Ну, вы бесите, у вас, значит, комменты писать на горшке «Время есть», а классику почитать «Нет». Ну, вообще, идите в жопу, серьезно. Серьезно. А, кстати, я веган. Я родился и жил в Ясной Поляне. У меня 13 своих и около 250 незаконно рожденных детей. В мое время «Бэби-бум» был не в Дагестане, а в Тульской области. Вот это «У тебя есть борода, я скажу тебе да» придумал вообще не Тимати. Это мои крепостные девки. Я еще писал детские сказки, но около 300 детей. Ну, я был вынужден, понимаете? Ну, и писал я их в своем стиле, от себя не убежишь. Там было что-то типа «Колобок» лежал и смотрел в холодное небо аустралица. Да, все не то, все ничто, кроме этого вечного неба. А потом сел лисе на лицо. Сейчас Netflix снимает сериал Анна Каренина. Я не понимаю, почему бы им не снять блудливая Ясная Поляна. Я бы каждую серию ходил там босиком и говорил всем, что в обуви ощущения не те. Вообще, многие считают Анну Каренину драматическим произведением, но, по-моему, там очень много позитивного. Ну, то есть, во-первых, поезд, под который она легла, назывался «Москва-Ялта». То есть, пусть частично, но баба все равно побывала на югах, понимаете? Я в своих произведениях часто использую как русский, так и французский язык. Кстати, если читать «Войну и мир» с гугл-переводчиком французского, то разговор на балу будет выглядеть так. Наташа, вы танцев даете? А нет, просто показываю. Красиво. Вот что я называю классик. Еще не было интернета, а я мемасиков уже назапилил, понимаете? Еще мало кто знает, но я воевал в Крыму с турками за русский флаг. Участвовал в обороне Севастополя. В целом, там с тех пор мало чего изменилось. Просто сейчас туда не пускают непривитых, раньше не пускали некрещеных. Вообще, я всегда был патриотом своей страны, всегда душа болела за Россию. Я мечтал о ее великом будущем. Именно поэтому я вам оставил не только много произведений, но наделал еще и кучу детей. Спасибо у меня от всего, господа. Спасибо. О выступлении следующего персонажа многие просили в комментариях. И, конечно же, в день российского флага мы не могли обойти стороной ваши просьбы. Встречайте человека, который бил шведов тогда, когда это еще не начали делать наши хоккеисты. Петр Первый! Вы, возможно, знаете меня по факту, что я рубил бороды. Но у меня просто у самого не особо росла борода, поэтому пришлось это делать. Но я считаю, что мужчинам страны повезло, что только это не росло, остальное все нормально было. Я изменил календарь, вы знаете, если бы не я, у вас бы сейчас был не 2021 год, а 10229 год. Вы бы путались вообще, если бы вам говорили год, вы бы такие, это что, год или индекс, что это? Серьезно, были люди, которые родились в 9999-м. Чувак, тебя что, зачали в Эльдорадо в сезон скидок или что? Я первый из русских правителей, кто поехал за границу. Но в отличие от детей и современных чиновников, я вернулся обратно в свою родную страну. Я сменил столицу, но, если честно, я сначала хотел сделать столицу не Питер, а Таганрог. Но хорошо, что не сделал, я думаю. Я бы не смог создать империю с горстью семок в руках, это очень сложно. Ваши дети просто обязаны меня любить, ведь это и я изобрел тикток. Вы должны знать его как кунсткамера. Принцип точно такой же, там тоже становятся популярными какие-то уроды. Только представьте, Даня Милохин, заспиртованный в банке. Очень пошло бы ему, я думаю. Еще вы, наверное, помните, что я сделал в России флот. Видите ли, я с детства любил макароны по-флотски. Но макароны были, а флота не было. Поэтому пришлось сделать флот. Так вкуснее. Меня очень уважали в Европе. И мне даже установили очень много различных памятников по всей Европе. Очень красивых, к слову, памятников. И только в Москве мне высорили вот эту какашку Церетейли в центре города. Я думаю, что в Москве мне просто мстят, что я перенес столицу. Самое мое главное достижение – это флаг. Я придумал флаг, когда был в Голландии. Поэтому первый эскиз флага был похож на канадский флаг, но с листочком другого растения. Если вы понимаете, о чем я. Так, что вообще обозначает триколор? Белый цвет обозначает чистоту и непорочность. Синий обозначает веру и постоянство, а красный – энергию и кровь, пролитую за отечество. Это все я, честно, потом уже придумал. Изначально там все началось с того, что «Кать, а какие чистые есть ткани сейчас?» Она такая «Ну, чистые вот есть и непорочные есть тоже». Вообще я много чего сделал, я провел просто кучу реформ, то есть я поменял календарь. Я основал один из самых прекрасных в мире городов – Воронеж. Вы знаете, да? Я разгромил шведов под Полтавой. Я много чего сделал, но я мог ничего из этого не делать. Я же царь, блин. Серьезно, мотивации ноль что-то делать. Мог просто сидеть. Но мне хотелось, чтобы меня запомнили великим, а не бородоненавистником. Спасибо большое. После выступления следующего персонажа вы поймете, что композитор Игорь Крутой не такой уж и крутой. Встречайте, Петр Ильич Чайковский. Я Петр Ильич Чайковский. Всем здрасте. Я единственный Ильич в истории России, которого однозначно позитивно все воспринимают. Я великий композитор, чтобы вы понимали. Я, как Виктор Дробыш, только великий и композитор. Я родился в городе Воткинск. Это Вятская губерния. Рядом с городом Воткинск был город Закускинск. Понимаете, да, город Певчанск еще рядом был. Да, я великий композитор, не великий комик, как вы поняли. Мой батюшка хотел отдать меня учиться на юриста. Просто хотел, чтобы у него был свой человечек в передаче «Час суда». Когда я стал всерьез заниматься музыкой, я объединился с другими композиторами в объединение «Могучая кучка». Но «Могучая кучка» — это прикол, понимаете? Это «Могучая» и «Кучка». Это как бы оксюмарон. Что-то, что противоречит самому себе. Как рэпер, который пытается казаться умным. Ну, оксюмарон. Я написал шесть симфоний. Моя первая симфония называется «Первая симфония». Вторая симфония называется «Вторая симфония». Третья симфония называется «Третья симфония». Четвертая симфония называется «Четвертая симфония». Пятая симфония называется «Пятая симфония». Шестая симфония — «Икс». Чисто как с айфонами. Вообще у меня были проблемы с названием произведений. Я однажды написал оперу «Дикпиковая дама». Потом начались уже проблемы с цензурой. Они оставили просто «Пиковую даму». Я охрененно писал музыку для балета. Да так охрененно, что у людей поменялось к ней отношение. Да, до меня люди относились к музыке для балета как к простой, тупой, развлекательной музыке. Чтобы вы понимали, Джиган в мое время писал бы отличную музыку для балета. В 91-м году, когда был путь, мой балет крутили по телевизору. Я не совсем понимаю, зачем. Ну, в стране меняется власть, реально людей отвлечет балет. Блин, Саш, смотри, там за окном танки стреляют, город горит, все меняется в нашей стране. Блин, иди нахуй, я балет смотрю. Там телки, телки в пачках, танцуют, не отвлекай меня. И музыка качественная. Музыка отличная. Если вы хотите отвлечь народ от каких-то событий, крутите по телеку порнуху, это реально их отвлечет. Реально какую-нибудь порнуху, типа Прокофьева или Вагнера на худой конец. Я был знаком со Львом Толстым. Говорят, что Лев Толстой, когда слушал мою музыку, расплакался. Школьники, радуйтесь. Он заставлял вас плакать, а я заставил плакать его. Особенно приятно, что Лев Толстой вегетарианец. Слезы веганов самые полезные. Как вы знаете, я написал шесть симфоний. Я хотел еще написать седьмую, но не успел, потому что умер. Такая вот неприятность случилась. Знаете, как я умер? В Петербурге, в кафе, в разгар эпидемии холеры. Мне подали стакан некипяченой воды. Я заразился холерой и умер. Причем это тот же самый ресторан, в котором Пушкин завтракал перед дуэлью. Так что если вы творческий человек, туда не ногой. Понимаете? Я один из самых популярных композиторов на Spotify. Я делю этот педестал с такими великими людьми, как Карди Би, Клава Кока, какого-то хрена Прокофьев и Моргенштерн. Про меня очень много слуха входит, что я якобы был нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вообще очень странно, почему люди смеются над тем, что я якобы был геем. Под мою музыку российские атлеты сейчас выходят на Олимпиаду. Под мою музыку им вручают призы. Международный Олимпийский комитет отнял у них медали, отнял у них герб, отнял у них флаг, отнял у них форму, отнял у них гимн. А пидорас почему-то я. Это что такое? Эй! Говорят, что в мою честь назвали город. Город Чайковский, действительно есть. Я думал, что из-за слухов о моей нетрадиционной сексуальной ориентации в мою честь назовут другой город. Я думал, что просто городу Ейск добавят букву Г. Но это было бы очень странное название для города Ейск-Г. Вообще, понимаете, меня в начале карьеры тоже не воспринимали как серьезного музыканта, как сейчас не воспринимают Бузову. А может быть, в будущем она стрельнет, и ваши внуки проснутся в Бузовске. Хотя, если бы я называл город в честь Бузовой, я назвал бы его Плоскинск. Сексизм, да? Да. Я из 19 века, тогда за *** все было с сексизмом, все нормально. И что вам хочу сказать в завершении моего стендапа, друзья. Как бы вы ни относились к моим шуткам, нравятся они вам или не нравятся, все равно вы сейчас где-то минут шесть слушали Чайковского. Культурно провели время. Так что, друзья, занимайтесь искусством, занимайтесь спортом. Безделие – это игрушка дьявола. Друзья, всем спасибо, всем пока. Всем удачи. Это был исторический стендап. На сегодня будем заканчивать. Еще раз поздравляем всех с Днем Российского Флага. До новых встреч. Продолжение следует... Удачи! Продолжение следует... Удачи!